Продолжение следует... 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 Ну, как бы, и там оно тоже хотелось. Немножко дать им такого баловства во всем. Вот. Ну, как бы мы понимаем, что у цыган есть волосы, то есть я больше, я вон, когда меня увидел, говорят, больше похож на цыган. Вот. Я говорю, ну, будем надевать парик, что делать. Да? Вот. На шее нашли Олегу отобрали, можно сказать. У нас был очень крутой специалист по волосам работал, Сергей Усов. Очень талантливый парень. Он много работал там с Гурченко, с Вайкулером, с многими звездами там. Вот. С Леонтием там все. И он говорит, у меня есть моя любимая такая нашлепка. Он говорит, она как раз седая вот немножко. Я могу пожертвовать дать на съемку ее. Ну, и, короче, я нашел Олегу шляпу, искал долго шляпы, подбирал, привозил. Одежду всю Тамаре и Олегу я просто сделал сам. Придумал там все. Шили. Шляпу ему нашел. И не знал. Я думал, как Олег отреагирует на шляпу. Потому что, ну, как бы, люди... Он никогда там в шляпе не скатал на сцене. Нет. Вот. А тут нужно было в шляпе. Попахивайся. Да. Ну, и, короче, одели шляпу. Одели эту нашлепку. Посмотрите, такая, как бородка козла. Такого, да? Вот. Но она ему настолько пошла, он просто превратился в пацана. Какого-то дерзкого такого, наглого такого, который реально может украсть и своровать и все, что угодно. Вот. Но это сделает красиво. Мне это дико все понравилось, потому что я хотел как раз пошалить, честно говоря, и оторваться от этого образа, к которому все привыкли. Вот как раз Алексей, такой молодец, он дал мне возможность проявить себя, ну, в другом он плуа чуть-чуть, выбиться из этой колеи. И мне кажется, вот это он здорово. Я ему сказал, говорю, Олег, ты редко снимаешь клипы. Ну, понятно, нам Филипп с Басковым нам с каждые полгода там радует, а Олег у нас очень редкий. Стрелок, но стреляет круто. Вот. Поэтому я говорю, давай так. Я говорю, ну, просто показывать в клипе Олега Газмана, ну, это скучно. Я говорю, давай стебаться, вот чтобы ты был вообще оторвыш такой, чтобы люди, о, нифига себе, это Газманов, да. И все. И мы решили играть в эту игру по-настоящему, правильно? Они мне глаза накрасили. Да. Потом я говорю, ну, как бы снимали. Я им говорю, братва неправильно пойдет. Карась, говорит, глаза, никто не заметит. Да. Ну, говорили. Потом Олег влюбился в эту нашлепку. И он ее уболтал, чтобы парикмахер ему ее отдал. Тот очень слезно расставался, но отдал ему эту нашлепку. Да, я теперь спать в воду с ней. Вот. А потом была последняя история, когда уже придумали наряд, я говорю, надо снимать не на белом фоне. Ребята хотели на белом, да, сначала. Я говорю, надо что-то, чтобы было такое. Я говорю, я знаю, что. Он говорит, что я нужен ковер. Молдавский цыганский ковер. И мы поехали с помощником моим на измайловский рынок и нашли вот этот ковер у каких-то дагестанцев. Этого уже нет. Ну, да. Они, которые украли у цыганов. Да, да. Они продавали цыганские ковер. И нам продали ковер вообще записать. Когда мы сказали, что это Тамара Гварцители и Касманов, они вообще сказали, уберите вообще просто так. Они дали денег. Вот. И все. Представляем ковер. Нам было что-то ковров 40, наверное, мы выбирали. Вот выбрали, чтобы нам уже был самый пошлый, такой конкретный, такой цыганский. Вот мы взяли вот этот ковер. Ну, по-моему, все было прекрасно. Смечательно. Сейчас складываются большие бюджеты клипов. С точки зрения шоу-бизнеса и вообще понятно, что есть музыкальные каналы, понятно, что они это круче, но тем не менее сейчас вот появляется все больше таких малобюджетных клипов. А в интернете что делать может быть там где-то с вами руками? Может быть, мне очень приятно. Вопрос для режиссера. Нет, могу наоборот ответить. Хороший, кстати. Раз, два. Хороший вопрос, на самом деле, актуальный. Я за последнее время вот очень мало клипов снимал, снимаю, потому что вот я, например, считаю, что если песня на радио не пошла, вот если не крутят, да, ну, можно, конечно, красивый клип снять, там, миллион затратить, там, вертолеты будут летать, взрывы и так далее. Все-таки главное, если у тебя песня получилась, дальше, но клип не помешает в этой ситуации. То есть, если песня пошла, если мы сделали какую-то работу, то, конечно, если у меня была возможность такая, я бы на каждую песню снимал клип. Потому что, во-первых, это здорово, это в другой плоскости уже. Иногда может сама песня и проигрывает, если нет, иногда клип вытаскивает песню, бывает тоже так, хотя реже. То есть, клип остается, а песня пропадает. Но я считаю, что, несмотря на все эти технологии, конечно, есть такие талантливые люди, они могут и там, и на айфон снять, но если песня хорошая, можно и на айфон снимать, все равно хорошо будет. Но мы постарались все-таки, вот сколько у нас было возможностей финансовых, уложить и сделать так, чтобы была настоящая работа. Поэтому спасибо нашему режиссеру за то, что он это сделал. Спасибо за вопрос. Спасибо. Я хочу вот добавить от себя, мне кажется, вот когда есть артисты, ну или начинающие, или менее известные, которые там, ну, наверное, скребли, там сколько сняли, какой-то ролик, и если там очень клевая история, правдивая, душу трогает, ну, мне кажется, такой клип вы сейчас увидели, он не может не трогать, правильно? И я, например, за двумя руками, за то, чтобы снимать клип, особенно если песня классная. Тут просто такое, я вот, когда уже готовый клип посмотрел, хоть в нем и участвовал, мне вообще было, я как-то одна, вот все настолько органично, и просто ты переживаешь за этих цыган, за эту девчонку красивую, за них, они такие клевые, там история, все такое теплое, очень, немножко отдает советскими кинофильмами, такими настоящими, да, когда вот какая-то теплота была, и ребятам, вот режиссеру, им удалось передать вот эту атмосферу, несмотря на то, что этот парень, режиссер, снимает такие продвинутые, модные, молодежные клипы, которые, может быть, там, какой-то другой поколений, менее трогать, или непонятно, а здесь, как бы, такая настоящая история кино, почему нету кинофильм, которые... Я был так ошеломлен вообще, твоими действиями по поводу этого трека, сначала она так стеснялся, а потом ее нельзя было угомонить, я... Вот если бы ты с Альпой там сделала, было бы интересно, а я уже много раз делал. Вот эту... Эту... Мучезапную, бойкую... Веду, украду, и с другой стороны, мы понимаем, что мы существуем... Я, Олег и ковер. Это тяжелее, если... Если на сцене есть хоть оркестр, есть музыканты, и, как говорится, есть энергетические... Публика еще, да, публика. Да. Есть ковер и камера. Да. Здесь только есть ковер, и только мы должны представить эту историю. Конечно, задача очень сложная, но я думаю, что все справились, и огромное спасибо всем людям, кто участвовал. Спасибо и тем, кто не верил, что это получится. Спасибо и... Тем, кто впервые зазвучала эта песня в Кремле, на сборном концерте, и я думаю, наверное, публика будет желать услышать эту песню вновь и вновь. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это бюджетный человек, который имеет такую невыкновенную, устойчивую культуру. И я вот сейчас вот говорю, я понимаю, что без своей музыки, без своего вот этого драйва, да, без своего уклада они не могли выжить. Вот музыка саниментировать. Я вот, кстати, не устаю повторять, вот в нашей ситуации, в тяжелой сейчас ситуации, если мы не будем иметь национальную вот эту музыку нашу российскую, почему-то российскую, которая спаяна из различных мелодических ветвей, там, армянская, грузинская, цыганская, славянская, еврейская, там, какая-то князь. И вот это все, за вот эти вот десятилетия, может, столетия, спрелись в одну какую-то очень мощную культурную среду. Вот если мы это потеряем, да, мы не сможем себя, как идентичность, как нация, сохранить. Вот надо в этом смысле брать пример цыган, вот в том смысле, что они, насколько они выносливы, насколько они в любой ситуации они выживают и живут. На радость, радуя нас своими песнями. Примерно надо. Спасибо тебе за все. Спасибо. Мне кажется, перестарались с этой облегалкой, можно было буквально два луча, а он красивый, Игорь, он уже это весь замился огнем, да? Тольчик Афан. Тольчик Афан. Это кто сказал? Тольчик Афан. 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 Продолжение следует...